Миссии Аполлона дали такую кучу материала Луне, что до сих пор человечество ее не может разгрести. Люди даже разделились. Одни говорят, что США Луну не покоряли, другие уверены, что вся история с космическими программами не выдумка. Кому будем верить? Как насчет того, чтобы послушать ученых, астрономов и выдающихся личностей нашей цивилизации, живших до Аполлоновских приключений? Что говорят те, кто наблюдал за спутником Земли с планеты? В 1968 году НАСА выпустило документ с грифом секретности R-277 в хронологический каталог событий на лунной поверхности. Сейчас он рассекречен и копия технического паспорта хранится в штаб-квартире ЦРУ в Ленгли. В нем описаны 579 наблюдавшихся на Луне явлений, которые до сих пор не получили научного объяснения, и которым было присвоено название LTP – «Случайное явление на Луне» или «Лунные феномены». В этом выпуске предлагаю тебе, дорогой зритель, заглянуть в этот ларец с лунными чудесами. Это список кратеров Луны. Это таблица с горами и пиками на спутнике. Здесь название трещин и узких каналов Луны. Тут собраны все долины нашего спутника с координатами. Складки поверхности, лунных морей, мысы, цепочки кратеров. Хотя бы раз, но вы, наверное, сталкивались с названиями этих структур на Луне. Долина Капеллы, Рейта, Палича, Снелиуса, Пик Брэдли, Пик Лагира и так далее. Все это эпонимы. Названия, данные в честь какого-то человека. Подавляющее число людей, в честь которых что-то названо на Луне, нам не знакомо. В основном это личности, жившие с 16 по 19 век. А знаете, кому эти люди точно известны? Барбари Миддлхерст, Джейли Барли, Патрику Муру и Барбари Веллзер. Эти люди разработали документ, включающий в себя научные записи астрономов, математиков и ученых, где описаны странные явления на Луне. Четверо астрономов-любителей перелопатили тонну записей и трудов мировых умов, кто наблюдал за спутником Земли с 16 по 20 век. Сформированный каталог содержит по каждому случаю дату и время наблюдения, местоположение и продолжительность события, подробное описание, данные наблюдателя и ссылку на источник. При просмотре этого документа по столбцу данных о наблюдателе вы как раз можете увидеть тех самых астрономов, физиков и математиков, кто подарил свои фамилии геологическим структурам на Луне. Именно эти наблюдатели докладывали о своих наблюдениях, что с Луной что-то не так. Каталог НАСА Р-277 стал единственным наиболее полным списком всех наблюдаемых лунных аномалий, которые были по-разному зарегистрированы астрономами с 1500 года по 1967. В документе можно найти дату и время, когда на Луне видны участки со странными цветами, полосами света, появлением тумана или даже возможной вулканической активностью. Наблюдатели описывали движущиеся светящиеся объекты, удлиняющиеся цветные траншеи, меняющие окраску и гигантские купола, напоминающие арки и мосты, строения, исчезающие кратеры и вспышки светящегося газа. Общее количество наблюдателей составляет более 300 человек, а зафиксированных феноменов лунной поверхности в каталоге 579 штук. Большее количество записей приходится, конечно, на 20 век наблюдений. Это объясняется прежде всего развитием цивилизации и технологическими прорывами. Появляются оборудования и обсерватории, позволяющие заниматься исследованиями космоса. Ссылка на скачивание каталога находится в описании под роликом. В выпуске я буду ссылаться на записи, называя порядковые номера, чтобы вы могли убедиться, что это не моя фантазия, и можете самостоятельно изучить техпаспорт. Первая запись в каталоге относится к 1540 году, когда наблюдатели в Германии в кратере Калибр заметили яркие вспышки. Об этом подробнее написано в публикации Рудольфа Вальтера Гесса, близкого друга Гитлера, в молодости изучавшего науку. Как раз на эту публикацию в каталоге R-277 и имеется ссылка. Вот, кстати, фотография Гесса в старости, в тюрьме за преступление. Можете обратить внимание, что у него вся стена у кровати увешана картами Луны. Как писали журналисты, кто брал у него интервью, Гесс считает Луну опасной и притягательной, и что активность там не меньше, чем на Земле. Далее в каталоге можно увидеть шестую, седьмую и восьмую запись трех наблюдений итальянского астронома Кассини с разницей в год, которые он сделал в кратере Питатус и море Кризис. Через свой телескоп он видел в кратере белое облако и пятно, а море Кризисов 3 февраля 1672 года по его наблюдениям имело туманный внешний вид. Запись номер 11, 3 мая 1715 года. Известный астроном Лувиль при наблюдении затмения увидел на Луне явление, похожее на молнию. На тот момент математик объяснил это явление штормами. Тогда впервые в научных кругах начала подниматься тема атмосферы на Луне. Стоит отметить, что в этом сборнике достаточно наблюдений, сделанных во время затмения. Записи 13, 17, 54, 88, 93, 125 включают в себя сведения, где наблюдатели видели мерцающий свет на лунной поверхности, либо красные яркие мигающие пятна. Есть места на Луне, где согласно каталогу регулярно фиксируется аномальная активность. Перед вами кратер Аристарх. В разные столетия разными наблюдателями описаны примерно одни и те же явления, которые появлялись либо рядом с ним, либо внутри него. Например, наблюдение астронома Шрётера. Это записи 21, 22 и 23 каталога НАСА. В кратере замечено туманное яркое пятно света. А через пару лет, в 1787 году, в марте, астроном сделал запись, что кратер стал необычайно ярким. Другой астроном, известный ученый Иоганн Баде, также отметил в своих записях, что на несколько часов кратер стал светиться. Есть записи 33 и 34, где тот же Баде через пару лет пишет, что с 9 по 11 апреля рядом с кратером появились блестящие пятна. Необычные явления у Аристарха зафиксировали также и в 1821 году, когда 4 мая появилось яркое пятно на темной стороне кратера. Наблюдения изменения яркости Аристарха продолжаются каждые 20 лет. И только в 1931 году, 22 февраля, появляется первая запись в каталоге, в которой описано изменение цвета кратера. Местность стала красновато-желтой. С 294 по 301 запись и далее до 1967 года астрономам Бартлером многократно зафиксированы неестественные изменения цвета кратера. Замечено огромное количество ярких, голубых, белых и желтых пятен рядом с кратером и внутри него. Я думаю, вы понимаете, что с этим кратером явно что-то происходит. Слишком много аномальных явлений, которые регулярно регистрируются. И прошу заметить, несколько столетий. Еще один кратер, заставляющий понервничать, это Платон. Первая запись о нем в каталоге имеет порядковый номер 9. Итальянский астроном Франческо Бьенкини 10 декабря 1685 года ближе к полуночи наблюдал на дне кратера красноватую полосу во время лунного затмения. Через почти 30 лет Бьенкини увидит в этом кратере след красноватого света, похожий на луч, пересекающий середину затемненной области кратера. Зафиксированный Бьенкини феномен в 1725 году, 16 августа, видели три других астронома. Это запись каталога номер 14. Однако цвет полосы света уже был не красным, а желтым. Как в истории с кратером Аристархом, светящиеся полосы и объекты в кратере Платона стали фиксироваться каждые 10 лет. Примечательно, на мой взгляд, из дальнейших наблюдений кратера является яркое свечение и вспышки на западной и восточной части кратера с разными оттенками. Если учесть, что кратер Платон 100 километров в диаметре, то источник света или причина такого яркого разнообразного свечения то одной, то другой половины должна иметь мощный источник. В 20 веке помимо ярких свечений кратера, каждый год по всему диаметру фиксировались мерцающие полосы света. Об этом написано, например, в записи 557. Неспокойное поведение отмечено и в кратере Альфонс. В каждом из столетий астрономы замечали желтое или красное пятно внутри кратера. Порядковый номер 409 в каталоге вообще шокирует, так как астроном Николай Козырев в 1958 году 3 ноября в 3 часа утра наблюдал красноватое свечение с последующим выделением газа или чего-то подобного. Для большинства наблюдателей красноватое свечение и следующее за ним выделение газа или появление облака означает вулканическую активность. В каталоге есть записи, в которых астрономы в своих заметках отмечают наличие предполагаемых вулканов на поверхности Луны. Но учтите, что речь не о событиях, прошедших миллионы лет назад, а о временном промежутке с 16 по 20 век. Обратите внимание на запись под номером 95. Астрофизик Харт писал, что у гор Тенерифе наблюдал два светящихся огненных пятна на светлой стороне. Вот прямая цитата из его дневника. «Явление, которое я никогда раньше не видел на поверхности Луны, хотя я часто наблюдал Луну в течение последних 40 лет, мне показалось, что по яркости света и цветовому контрасту есть два активных действующих вулкана или два жерла одного». Астрофизик Эдуард Пиккеринг также отмечал, что наблюдал вулканическую активность в долине Шрётера. Можете самостоятельно изучить его пометки в записях 177, 178 и 179. Вы будете удивлены, но только на базе этих явлений до сих пор в научном сообществе считают, что грунт Луны – это есть следствие сильнейших извержений вулканов на спутнике Земли. При изучении документа Р-277 по многим кратерам просматривается зависимость и повторение явлений, будто некоторые места на Луне кем-то используются, или Луна из-за неведомых геологических процессов активна. Когда ты видишь запись 17 века, где астроном писал о вспышке жёлтого цвета в одном из кратеров, то это можно отнести к неправильному описанию события наблюдателям или неверному восприятию цветовых изменений. Но когда ты видишь, что дальше в записях другие наблюдатели того же века, а потом уже астрономы в других столетиях, фиксируют в своих научных статьях точно такие же явления, задумываешься о настоящей Луне. Странные вспышки света, странные мерцающие полосы вдоль кратеров, ярко-красные точки, появление туманности и регулярное изменение цвета кратеров с появлением большого количества мерцающих точек. Люди сквозь время, сквозь свои жизни на протяжении столетий увидели и описали непонятные и невообразимые явления и феномены на нашем спутнике. Возвращаясь к вопросу в начале этого выпуска, кому верить? Если мы говорим о том, что США были на Луне, то подумайте над тем, почему они так долго готовились к высадке. Имея такой каталог, который был выпущен за год до лунного покорения, США готовились к предстоящим миссиям. Совпадение, но факт, что для посадки лунного модуля было выбрано именно море спокойствия, которое, судя по этому каталогу, пестрит непонятными вспышками и феноменами. Что если высадка американцев была, но все видео и фотоматериалы этого события заменены? А если высадки все-таки не было, и вся эта история с космическими программами вымысел, то верите ли вы наблюдателям с Земли? Ведь, учитывая их наблюдения из каталога НАСА, на Луне как минимум 500 лет замечена активность. Жду ваше мнение в комментариях. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok